Всесторонняя поддержка соотечественников была, есть и будет приоритетом для российских властей. Работа в этой сфере – прекрасная возможность сотрудничества государства и общественных организаций. На Пятом Всемирном Конгрессе соотечественников обсуждали самые разные проблемы. Создание музея русского зарубежья, поддержку программ по изучению русского языка, защиту интересов российской диаспоры. И ледь мотив выступления на Конгрессе президента Владимира Путина – Россия своих не бросает. Подробности в репортаже Ильи Костину. Эти люди преодолели тысячи километров, чтобы собраться сегодня в Москве. Кто-то из них родился в России, кто-то узнал о ней из рассказов своих родителей, бабушек и дедушек. Русский язык, родную культуру и традиции в их семьях бережно хранят и передают из поколения в поколение. Все, что связано с Россией, не только в памяти, но и в сердце. Конгресс соотечественников – не просто официальное мероприятие, возможность увидеть старых друзей. В этой аудитории Владимира Путина ожидал сегодня очень теплый прием. Российская диаспора входит в четверку самых крупных в мире и насчитывает около 30 миллионов человек. Владимир Путин подтвердил – Россия всегда придет на помощь соотечественникам, где бы они ни находились. Люди, по разным причинам оказавшиеся вне России, должны быть твердо уверены – мы всегда будем защищать ваши интересы. Тем более в сложных, кризисных ситуациях, таких, например, как в Ливии, Сирии или Йемене. Отмечу, что только в рамках реализации госпрограммы в Россию переселились свыше 367 тысяч человек. Из них почти 130 тысяч из Украины. Вместе обсудить все, что происходит в России и за ее пределами. В прошлый раз соотечественники встречались более трех лет назад. В том, что многое изменилось, немалая заслуга и тех, кто находится сегодня в этом зале, подчеркнул президент. Мы чувствовали вашу солидарность и в период воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Это историческое событие и, конечно, решительная поддержка наших соотечественников, которые твердо выразили свою волю быть с Россией, поддержать Россию, помогала сплотить нам все российское общество. И, конечно, стало важным фактором консолидации российского зарубежья и всего русского мира. Россия и впредь будет отстаивать историческую правду, отметил Путин. В год 70-летия Победы нашлось немало тех, кто этой правдой пытается манипулировать. Важную роль в сохранении памяти должны сыграть русскоязычные диаспоры. Акции «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк» прошли в десятках стран по всему миру. США, Австрия, Германия, Израиль. Везде дети, внуки и правнуки тех, кто сражался с фашистами на фронтах Великой Отечественной, стали плечом к плечу. Хочу сказать большое спасибо нашим соотечественникам, которые в этом году помогали в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 70-летию Великой Победы. Победы над нацизмом. Всем, кто боролся с попытками извратить прошлое, принизить решающую роль народов Советского Союза в разгроме нацизма. Всем вам большое спасибо и низкий поклон. На новую федеральную программу, которая так и называется «Русский язык», в этом году направлено свыше 6,5 миллиардов рублей. Уникальные условия, созданные для тех, кто хочет поступить в российские вузы или их филиалы. Квота для приема в этом году составила уже 15 тысяч человек. Эти кадры из Тбилиси. В офисе Союза русской молодежи в Грузии все желающие могут учиться на курсах русского языка. Около четырех лет они у нас проходят, больше двух тысяч выпускников. И второе направление – это защита прав российских соотечественников. Кстати, интерес к русскому языку в диаспорах в последнее время только вырос, что не всегда встречает понимание у местных властей. Принципиальная задача – надежная защита соотечественников от любых форм дискриминации, обеспечение их законных прав и свобод. В том числе речь идет о таких ключевых правах, как возможность изучения родного языка, сохранение культурных и духовных традиций. О том, что ценности, которые разделяют наши соотечественники, нередко нуждаются в защите, говорят и сами участники Конгресса. Колоссальная проблема – это проблема, связанная с построением так называемой Латышской Латвии, которая рука об руку идет с политической реабилитацией бывших нацистских коллаборационистов и возрождением нацизма. К огромному сожалению, Латвия становится все более коричневой страной, и для нас это огромная угроза. Речь зашла и о культурном наследии, оставленном нашими выдающимися соотечественниками. В силу различных обстоятельств многие были вынуждены когда-то покинуть Россию, но продолжали служить отчизне и видели в этом свою миссию. В ближайшее время в Москве начнется строительство первого в России музея русского зарубежья. Он станет частью дома русского зарубежья имени Александра Сложеницына. И по своей коллекции, и по техническому оснащению должен войти число лучших музеев России. Оберегать и русскую культуру, и русский дух призвал сегодня диаспорой патриарх Кирилл. Хранить как драгоценную жемчужину, единство со своей исторической родиной, друг с другом. Сохранять единство церкви, которая всегда находится вместе со своим народом, как в отечестве, так и за ее пределами. Разговоры в кулуарах. По мнению участников конгресса, иностранный опыт соотечественников мог бы быть востребован. Сейчас русские школы там где-то будут открываться на новых местах. Где-то они уже есть. То есть я считаю, что вот такое вот общение, оно помогает достичь каких-то общих результатов. Вот между русскими, между русскоязычными, всеми нами, все выходцы отсюда. Никакого намека на иностранный акцент. Здесь обсуждают и пытаются понять, чем они могут быть полезны России, чем Россия может быть полезна им. Илья Костин, Елена Штоколова, Рима Берулава, Антон Чуковский, Первый канал.